Знаете, каждый из нас, где-то когда-то кто-то учился в школе номер 3, кто-то в школе номер 10, кто-то служил в сбровенных силах, кто-то был участником АТО, но еще не есть ветеран, потому что мы еще не победили. И поэтому каждый из нас имеет какое-то отношение к тому или иному подразделению, к той или иной школе. Поэтому да, действительно, было серьезное убийство. Буквально по горячим следам всех участников мы установили. Начали активные поисковые мероприятия. Буквально утром двое молодых людей пришли непосредственно ко мне и сами добровольно сдались. Написали явку с повинной о причастности к нанесению тяжких телесных повреждений двум жителям Мариуполя. Вы не можете прояснить ситуацию в школе МАЗО. Как это являются реальными? Я могу сказать, что на данный момент уголовное производство расследует следственное управление полиции. А значит, они на данный час не являются и имеют отношение ни к Збройным силам Украины, ни к полиции, ни к Национальной гвардии Украины. Они задержаны по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находятся в следственном изоле. Буквально на днях, я думаю, сегодня-завтра будет суд и будет избираться мера пресечения либо лишения свободы, либо залог, ту, который изберет суд. Какую-то информацию по поводу того, что они пытали задержать людей, которые торгуют наркотиками? Мы сегодня в Покровске задержали мужчину на вокзале, который вез довольно большое количество взрывчатки, гранат. Он сказал, как обычно все, кому для рыбалки, кому для подарить сувенир с зоны АТО. Эти молодые люди, которые нами задержаны, они говорят, мы боролись с распространителем наркотиков здесь, в городе Мариуполь. Но это все следственные действия будут проводиться и уже будет установлено, какая причина, кто еще принимал участие. Вадим Трояна Белецкий не приезжали в Мариуполь? Господина Белецкого я здесь не встречал.